ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они убили всех моих напарников! Я долго не протяну, мне срочно нужно подкрепление! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остался один, прикрой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что тут у нас? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Другое дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удачи в тюрьме, голубки! Блин, я же на метро опоздаю. Хотя, я же быстрее, чем метро. Мужчина! Расскажите, это Джоникид 62, квартира 41, да? Как такое возможно? Я думал, я один такой. Да ну что вы! Нас, кавказцы, в Детройте полным-полно. Вот, распишите, что получили. Вы не поняли, я про скорость. Ну так у нас в Ситилинке все курьеры такие. Именно поэтому мы одна из самых быстрых доставок на рынке. Ситилинк? Что это? Мужчина, такие вещи знать надо. Ситилинк это интернет-магазин электроники и бытовой техники, в котором вы найдете любые товары для... Дома и кухни. Для красоты и здоровья. А также смартфоны, ноутбуки и даже товары для автомобилей. А самое главное, купить это можно все по очень даже приятным ценам. Ого! А у вас там вакансии есть? А то эти все ограбления, перестрелки вот здесь уже сидят. Давно спокойную работу искал. Думаю, что-нибудь найдем. Круто, блин. А ты как ИП или самозанятый? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нурлан Сабура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это же вы! Это вы! Это вы! Короче, написали сценарий, чтобы вы его отыграли. Все сейчас сценарий видят первый раз. Плюс там будут актерские задачи прописаны, И вы должны их выполнять. Вы поэтому меня позвали? Да. А что? Я же ебать актер же какой-нибудь. Ебать актер. Ну, реванца было. Ну что? Я готов. Окей. Давайте начнем. Давайте начнем. Давайте начнем. Вау. Сцена первая. Заброшенный склад. Секретное подразделение задания неосуществимо выполняет очередную миссию. Агенты Тамбонт, Тамби и Чан, Нурлан проникли в заброшенный склад, чтобы вызволить похищенного польского ученого. Да-да, проходите. Проникните, да, в склад, мужики. Они пробираются к цели, ведя диалог и эффектно вырубают охранников разными приемами. Давай, я охранник. Эффектно, не забудь эффектно. Я охранник из игры. Да, это ты тоже. Давайте, я тоже охранник, но вот такой. Тамби, твой текст. И, короче, мы с ней седьмого класса общаемся, гуляем, путешествуем. Но я до сих пор не сказал ей, что она мне нравится. Ладно, пойду тогда, наверное. Тут чисто, походу. Это было охранничество. Мы с ней общаемся с седьмого класса, гуляем, путешествуем. Но я до сих пор не сказал ей, что она мне нравится. Объясни, почему. Потому что она моя мать. С седьмого класса опять с седьмого класса. До этого типа, нет. Слушай, в шестом ты не в курсе был? Ну, скажи родителям. Пусть они с ее родителями договорятся и сосватают. Ладно. Пойду. Слушай. Иди сюда. Нурлан, в синем это задание. И я думаю, Макар два раза... Два раза пытался намекнуть. Ага. Просто работает тип. Это не просто он ходит. Поэтому может нравится ходить. Охранники гуляют же. Тамби, вырубив охранника. Эффектно. Эффектно. Уау! У нас в Америке так не делают. Это у вас в Казахстане так принято. Да сколько можно повторять? Я же актер. Да. Я китаец. Мы с ними совсем не похожи. Перечисли различия между казахами и китайцами. Он их не знает. Да их огромное количество. Много отличий между казахами и китайцами. Мы коней едим. Они коней едят. Они. Китайцы. Нет. Казахи. А мы всех остальных. Кого они оставили. Да. Все. Хватит. Я убираю пистолет. Палец. Тамби. Отдавай ты. Нет. Тут что-то я слышал походу. Тут что-то слышал. Пойду. Вырубай его. Ай. Господи. Да вырубайся. Это все тяжелая работа. Я увольняюсь. Я просто увольняюсь. Это тяжело. Как эффектно довел до увольнения человека. Ладно. Давай по работе. Прикинь. Это последний злодей, который хочет уничтожить весь мир. Мы реально всех остальных уже поймали. А помнишь предыдущего? С тупым лицом. Планом. Ты просто на меня посмотрел. Да. Который просто хотел всем людям мешать. Расскажи до конца план предыдущего злодея. Который хотел всем людям просто мешать. Суп. Постоянно всем мешать. Настолько сильно, чтобы они не успевали его взять. Да. Ложка. Такой тупой план у него был. Ну почему тупой? Не понимаю. А почему вот так вот постоянно? Ладно. В общем, мой любимый злодей, который всегда был с недовольным лицом и смешным акцентом. Помнишь, как он нам угрожал? Покажи, как вам угрожал злодей с недовольным лицом и смешным акцентом. Я всему этому миру вот так раздвину и туда нашу по очереди. Страшно. Акцент наш. Сейчас я тебе покажу. В этот момент по радиосвязи в диалог вступил хакер Лютер, который сидел в минивене неподалеку. Парни, потом поностальгируйте. Спутник показывает, что цель в следующей комнате. Но я не могу обойти их фаерволы и не знаю, что ждет вас за дверью. Скорее всего, там. Предположи, что вас точно не может ожидать за дверью. Вера Брежнева. Вера Брежнева. Целиком? Только... Только сиська. Тогда как ты понял, что это Вера Брежнева? Там прям видно. Какая разница, что там? Просто врываемся туда с крутой фразой. Тамбонд начал предлагать крутые фразы для врывания в комнату, а агент Чан отклонять их и объяснять почему. Ну, во-первых, мы врываемся, типа, в такие. А у вас есть такой же ремень? Очень круто, конечно. Не-не, мне кажется, не подойдет. Вдруг они тоже жирные. Окей. Вот, все. Все, кто с красивыми задницами, на пол! И сами сядем. Все, парни, приготовьтесь. Дверь откроется через три, два, один. Пошли! Агент Чан и Тамбонд эпично ворвались в комнату, выполняя невероятные акробатические трюки. Хорош! Невероятно! Хочу оставить комнату там! Ага. Хорош! Хорош! Ты харден сушен! Мне кажется, мы вку... У меня выпал... У меня выпал кардиостимулятор! Давай, сомни на меня, на меня! На меня, на меня! Давай, на техосмотр! Давай! Сзаднюю, заднюю! На яму загоняй! Все, все, стоп! Прекламная пауза! Здесь лицо, ни хера это! Пошел! Все, машина! А мы в комнату попали вообще? Пока... Перед дверью потанцеваетесь. Они одновременно произносят крутую фразу, которую придумал агент Чан. Раз, давай, сейчас, давай! Раз, два, три! Жара! 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 Фестиваль жара! Но в комнате никого не оказалось, кроме похищенного польского ученого доктора Кашокича, Эмира. В очень неудобной позе. В какой-то он очень удобной позе. В другой. Нет, в такой он обычно подкатывал к девушкам. Давай, последнюю финальную позу. Да, вот в этой неудобной позе и был доктор Кашокич, который говорил со странным польским говором. Миртко Власич, поможишь ты! Поможишь ты! Кажется, он говорит, что ему все прекрасно. Вот уроды, как они вас так скрутили! А, это так читать получается неудобно. Прими, да, другую позу. А это же я сам ж. Мне я этому позе пошло лучше думаться. А может, хурму может убрать? Эмир, объясни, почему... Да, действительно, только лучше. Объясни, почему в этой позе лучше думается. Потому что кровь приливает к мозгу и меня... Идите нахуй, кто вы! Какая-то часть все-таки по-русски была, да? Он говорит на нашем. Надо быстрее выбираться отсюда, пока нас не засекли. Я не могу ухождать. Они похищали моих. Кого или что они похитили? Оба левых яичка. Тут у тебя два правых осталось. Они всегда бывают и моими любимчиками. Ради них я готовый... Перечисли, на что ты готов? ...целовать правое до конца жизни. Акробат! Пока я не закончусь-ка разработчику новочного оружия... Вы ебануты! Разработчику нового оружия, которое уничтожает и целого миру, мои любимчики бывают и в опасности. А мы яйца с судьбы снимаем. Что это за оружие? А тебя это и не касается, и новое, и это в том числе. Неожиданно с пистолетом в руках появляется злодей Рустмембер, Рустам, у которого проблемы с речью. Он забывает некоторые слова, неправильно выстраивает предложения по порядку. Вы почему прям для него специально эту роль? Вообще ничего не надо отыгрывать. Вот мне тяжело, допустим, Чаду отыгрывать. Прикажи бросать пушки на пол, не произнося слова пушки бросать и пол. То, что в руках находится, надо, чтобы не находилось. Немедленно! Он про пурчальное кольцо. Кажется, он хочет, чтобы мы бросили пушки на пол. Нормально, просто напрямую бы сказал. Это твой текст. Ага, точно! А то мне показалось, что он хочет. Закончи фразу. Меня. Думаю, да, ты сегодня очень даже ничего. Нет, толстый, то, что имеет, говорит в виду. Скажи, что все это спланировано, и они попались в ловушку. Чего? Скажи, что... Ну, в образе своего персонажа. Это всегда я. Я всегда уже так. Он же это будет все время говорить. Любую реплику. Я всегда это спланировал. И когда вы уже пришли, уже все вы. Уже как оно, и я думал. Я не понимаю, почему за ним идут люди. Я четенько все понимаю. Он о твоем говорит, да? Вы уже... Я это... Я злодей. Парни, парни. Прямо над вами какой-то механизм. Будьте осторожны. А? Нет, нет. Только не к нее. Лютер, что случилось? Вашему только что другу в жопу до смерти насрали. Скажи, что теперь их очередь, и что как раз проверишь свое новое оружие. Теперь ваша очередь. И как раз проверю новое оружие. Спасибо. Рустмембер нажимает кнопку. На агента Чана и Тамбонда сверху падает стеклянный короб, но Тамбонд невероятным акробатическим движением успевает оттолкнуть агента Чана и остается внутри короба один. Хера ли он акробатывает? А вот и мое новое оружие. Вот она, кнопка за три. Опа. Отойди. Господи. Это было... Невероятно акробатично. Невероятно акробатически. Оно медленно падает. Время есть. Тогда встань, мы попрощаемся. Давай, все, самому. Все, давай, брат. Все, упало. А оно что, меня придавило или... Ну, когда на такой высоте, оно уже быстро падает. А мне долго бояться, мужики. А, кстати. Рустмембер наводит ствол на агента Чана. Хочет нажать на курок, но сдерживается. Скажи, что ему повезло, ведь на него план и он вам еще нужен. В общем, везение присутствует в данный момент у тебя. Соответственно, еще ты тоже когда-то надо, чтобы ты был. Рустмембер берет за шкирку доктора Кашокича, и они уходят. А ты... Давай, ходи, как я тебе сказал. Спасибо, что позвали, кстати. Стоп, 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 стоп. Сюда, сюда, сюда. В короб поступает газ. Тамбонд начинает нехотя пританцовывать. Я не понимаю, они что-то сюда добавили. Что происходит? Я не управляю своим телом. Уже очень давно, как видно. Тамбонд начинает танцевать быстрее. Агент Чан пытается разбить стекло, но у него не получается. Чан, делай что-нибудь! Что-нибудь, Чан, Чан! Я не понимаю, что... Как это работает? Почему не останавливаться? Агент Чан, похоже, мне не выбраться отсюда. Отсюда! Чан, вот это танец. Заткнись! Ты так говорил и на задании в Таиланде. Тамбонд понимает, что это конец и начинает прощаться, танцуя контемп. Да нет! Причем его движения подходят под то, что он говорит. Напарник! А как ты вышел, ладно? Очень длинный короб упал. Не, он вот такой вот, да? Чан! Ты был хорошим другом. Спасибо тебе! Какой интересный короб! Спасибо тебе за все! Перечисли же, что ты ему благодарен. Не сбывай, бля. Тамбонд! Чан! Да, тамбонд! Тамбонд! Я тебе безмерно благодарен. За что, тамбонд? За что ты поддерживал меня в трудные моменты, когда мне это действительно было нужно. Я в ахуе, тамбонд! А мне норм! Контемп. Эй! А ты не забыл? Напомни ему про твой самый хороший поступок в жизни своей. Про то, как я тебе родил ребенка. Помнишь? Или забыл уже, наверное? Мы отдали его сразу в Академию. Тамбонд. Передай моей девушке, чтобы она в этот раз родила от меня. Моему отчиму передай, чтобы он не общался с моей девушкой. Олегу Майами передай вот это! Олегу Майами я передам только слова Дедкова. Привет, приятель! Ну что вы, не нахуй, бля! Тамбонд начинает плакать и издавать неприятные звуки. И в итоге умирает, затанцевавшись до смерти. Нет! Тамбонд! Тамбонд! Агент Чан смотрит в зал. Оооооо! Оооо! 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 А как теперь это поднять? Оооо! Лена Кукакрю представляет художественный фильм! Оооо! Задание совершенно никаким образом, в принципе и даже в теории совсем вообще неосуществимо! Оооо! Ооо! Оооо! Ооо! Оооо! 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 Ооо! 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 Оооо! 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 Это мантра ущемленных брюками яиц! Дальше он вспоминает, как после бурного секса он заметил у девушки Кадык. Их два было почему-то. Дальше он вспоминает выпуск ЧБД с Богданом Титамиром. Ноги болят, блядь, ноги болят. На пляж волной выносит необычную ракушку, а Ген Чан замечает ее и подносит куху, чтобы послушать. Наконец-то, дом устал. Сейчас, подожди. Ракушка же не уплывает. Подносит куху, чтобы послушать. Величность установлена. Здравствуйте, Ген Чан. Для вас одно новое сообщение. В ракушке, блядь. Звук моря. Дальше включается запись от начальника подразделения Маккарана. Маккар, добро пожаловать в клуб. Иди, блядь. Я включаюсь с записью. Ну да, это твой голос в ракушке сейчас. А, все, понял. Наконец-то я тебя нашел, Чан. После твоего провала в спецотдел задание неосуществимо. Лишился финансирования. У меня даже квартиру забрали, и я теперь снова живу с мамой. Ты хоть представляешь, каково это? Это настолько, это невыносимо. Она, во-первых, она заходит, она даже не стучит. Я хотел купить щеколду. Мне сказала, не надо щеколду. Говорит, ты не у себя дома. У тебя больше все дома. И тогда поставишь щеколду. И тогда я захожу когда угодно. А я мало ли что. Я говорю, а я мало ли что. Она говорит, а что это, это вот мало ли. А я говорю, а что это вообще без трусов? Она говорит, тут мне их не надо без трусов. Это ракушка или билайн? Почему так хорошо слышно? Извиняюсь, агент Чан. Короче, ты должен найти урода, который убил всю твою команду. Это сообщение уничтожится через три секунды. Три, два, один. Выбегает Маккарон, отбирает ракушку и очень экспрессивно расхреначивает ее. Маккарон? Что вы здесь делаете с этим, с этой штукой? Я же сказал, что финансирования нет. Для экономии бюджета приходится мне самому ездить и уничтожать эти сообщения. А ничего удобнее этого способа, я не знаю. Но ведь летать по всему миру выходит дороже. Нет. Если использовать авиасейлс, ведь авиасейлс – это поиск дешевых авиабилетов. А теперь есть еще и авиасейлс для бизнеса. Для бизнеса? Представляешь? Авиасейлс для бизнеса? Ты что, хочешь тоже какие-то деньги за это? Финансирование же закончилось. Дальше агент Чан и Маккарон начали разговаривать чересчур эмоционально, как в российских сериалах. Эх. Вот бы и для разбитых сердцез. С Хейдорфа. Маккарон очень сильно шокирован. Ну, 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 ну почему, почему ты не можешь быть агентом? Ты, ты, ты должен ради меня, ради Маринки, ради Маринки Селивановой, ради кума, в конце концов, ты. Агент Чан хватает Маккарона за грудки и начинает трясти. Да не могу я вернуться, не могу, как вы все не понимаете. Объясни, почему ты не можешь вернуться. Да почему? Ну почему ты не можешь, ну почему? Ты мою актерку видел. Какой нахуй агент? Меня сразу, блядь, узнают. Маккарон отходит на пару шагов и без слов показывает свое разочарование. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Ну он разочарован очень сильно. Хе-хе. Маккарон. Шпизь, блядь. Хе-хе. Хе-хе. Ну, ну. Хе-хе. 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 Что с ними произошло? Во-первых, банально я отправил их за кофе. Сбил нахуй уже веков совсем. Хе-хе. Я говорю, блядь, я вот так подхожу, он еще живой. Я говорю, ты, блядь, ты, сука, агент. Хе-хе. Ты можешь хотя бы, ну, налево чуть посмотреть, блядь. Хе-хе. Ты убиваешь людей, сука. Хе-хе-хе. Сейчас одна нога вот так, блядь. Я не люблю я. Не люблю я. Шпиана. Хе-хе. Не люблю Сен-С II. Не прикажешь. Хе-хе-хе-хе. Как можно шпотянуть было? Маккарон, убеждая его вернуться к заданию любыми способами. Ой, блядь. Смотри, у нас там сейчас все вообще шикарно. Во-вторых, с Сами, пакет. С Сами. По-вторых, джинсы мы помнешь с красной лам пастью. Адам, Адам Львович. Так, так, так. Буш как майор, практически. Опа! Так, что еще? Йогурт больше... Ну, я думаю, что тут уже такие аргументы железные, что я даже не знаю. Ты тоже устроил тут это самое. Простите. Я не хочу, чтобы из-за меня еще кто-то пострадал. Давай так. Так, победишь в нашу игру, и я отстану от тебя. Вагина утконосихи. Маккарон имел в виду их старую игру в обзывательство, в которой надо было быстро обзывать друг друга необычными ругательствами, начинающимися на последнюю букву предыдущего ругательства. Вагина утконосихи. Тебе на И. Игуана. Сухорукая. А ты... Яблоневая блевота. А ты... Это же на А. Да? Да, да, да. А ты урод, блядь. Понял? Я понял, я понял. Мне на Й, да? Я понял. А, еще хотите? Давайте. Йобик. Это уже не по игре, я просто обиделся. Ну, тогда можно и дальше там как-нибудь. Черт возьми, ты не отставил мне выбрать. Черт! Черт! Чет-чет-чан! Маккарен умелым движением вкалывает в шею Чана какую-то сыворотку, вырубает и выносит из здания. Опа! Сцена третья. Логово злодея. Рустмембер стоит с очень важным видом. К нему в порыве эмоций подбегает доктор Кашокич. Все, хватит. Штоп! Достаточно! Наговори еще синонимов. Эм, хватит. Эм, этого достаточно. Стопички, стопички. А, это не синоним, это то же самое слово. То же самое это. Эм, тогда enough. Ого! Ого! Сраный умный! Сраный умный, объясни. Давай дальше тогда. Я ничего не делаю, пока вы не покажете моих яичков. Рустмембер, расскажи, что ты сделаешь с ним и его любимчиками, если он не заткнется. Твои любимчики, как я и говорил, они вот здесь всегда висят уже на моих любимчиках. Получается, если ты не заткнешься, они уже не висеть будут, а я твоих возьму любимчиков и в своих вставлю внутрь. Получается, кожаный мешочек, и никогда уже и ты это не увидишь. Все придет, не будет ясно. Кнись немедленно, придурок-дурак, воняешь. Между Рустмембером и Кашокичем начинается бой, как в боевиках 90-х. Нормальный так драки по двери. Между Рустмембером и Кашокичем начинается бой, как в боевиках 90-х. Между Рустмембером и Кашокичем начинается бой, как в боевиках 90-х. Да все уже. Все, ребят, все, достаточно. А кто победил? В итоге драку останавливает электронный голос из динамиков. Кто-то явно не хотел, чтобы его личность раскрыли. Успокойтесь. Вас, доктор Кашокич, отпустит, когда вы закончите главный проект. А ты, Рустмембер, будь на чеку. Агент Чан вернулся в игру и скоро прибудет. Это лишь вопрос времени. Рустмембер, спроси, откуда он это знает. Откуда, когда уже ты все такое, как познал? Все понял. У меня там есть свой человечек. Спроси, почему агента Чана нельзя было убить, когда был шанс? Слушай, ну, когда бывало уже всегда, почему я никогда? Четко. Этими двумя словами реально все можно сказать? Я думаю, что он нужен для осуществления моего главного плана. Без него ничего не получится. Пока что. А где-то магазин есть рядом. Все. Четвертая сцена. Секретный... О, нормально. Сцена 4. Секретный штаб. Агент Чан проснулся лежа на полу. Сзади его обнимал спящий Маккаран, который говорил во сне. Маккаран, произноси фразы, после которых тебе давали девушки. В жизни, реально. А вот здесь, смотри, тут температура повыше, чем нам. С бомжихами? Кто тебя дал после этого? С бомжихами? С бомжихами? Да вот такая, так. Слушай, ну ничего так. Тут будешь лежать в одежде, да? Ну, не знаю, там, в принципе, манго. Хочешь? Бля, ты с девушкой так же спишь, бля. Да, бля, в Воронеже планка низкая и пиздец. Не, я про то, что я не дышу уже две минуты. Ты меня сжал. Агент Чан пытался аккуратно встать, чтобы не разбудить Маккарана. Но в этот момент Маккаран проснулся, выкрикнув фраза, которой может закончиться твой секс. Да, мне бы в душ. Моментально испачкался. Чан. Зачем вы меня сюда притащили? Я же сказал, что не вернусь. Хотел тебе кое с кем познакомить. С этим ты уже меня познакомил уже. В комнату входит тамбонт. Чан бросается его обнимать и плакать от счастья. Блин. Заходи. Заходи. Мои кукусики. Бля, какой ты потный. Чан, неимоверно радуйся, что тамбонт жив. Минуту. Господи. Господи. Почему я его целую? Счастье-то какое. Тамбонт жив. Бля, минуту. Я давай вот так. Я уже не знаю, что делать. Да, ну лучше бы я умер. Действительно. Счастье, вот счастье испытываю. Прям вот. Испытываю еще 30 секунд счастье. Так, еб твою мать, минуту. Что еще? Какие новости вообще? Там что вообще? Похаваем, может, ходим. Кальянчик, все дела. Счастье, потому что я испытываю, блядь, уже 45 секунд. Ну возьми меня на руки тогда. Ну давай. Сейчас, сейчас, потерпи. Давай, блядь. 8 секунд. 7, 6, 5, 4. Убери! Три, два, три, два, один. Так. Тамбин не испытывал этого с одного года. Тамбонт. Поэтому и ушел, отец. Так. Вообще-то я не Тамбонт. Я его брат-близнец. Из отдела разработок. Арсенюк. Арсенюк. Суки. Я понял. Я понял. Вы хотите обмануть меня? И на самом деле на тебе маска. Чан начал пытаться снять лицо Арсенюка. Реально тянется, кстати. Блин, на туге маска. Я тебе что? Масло. В целом, да. Процент жирности такой же. Чан. Ну или нет. И ты действительно его близнец. Я знаю, как дорог для тебя был мой брат. Он рассказывал мне, через что вам пришлось пройти. Прям все рассказал? В мельчайших подробностях. Как вы две недели прятались в козе. Ты-ты-ты что? Перечисли, что еще он рассказывал. Так же он мне рассказывал, что вы прятались в корове. Каких ты еще животных знаешь просто уже. Что однажды вы залезли в кофейный аппарат. И обманывали людей, как будто они заказывают кофе. А на самом деле? А на самом деле? Наливали им лужу. Это с тобой, да? А в остальном мы не общались. Вы только это общались? Да, он просто звонил ночью, будил меня. Рассказывал это и дышал в трубку. Маккарон не выдержал и стал неистово орать на чашу. А вот что он мне рассказывал. Да твою же мать! Одному из ваших в жопу до смерти насрали! Другой до смерти затанцевал! А вы тут, коза, блядь, кофе! Я в 45 лет с матерью живу, потрахаться спокойно не могу! Какие тебе еще поводы нужны, чтобы отомстить, а? Перечисли, какие еще могут быть поводы, чтобы отомстить. Чтобы отомстить тебе? Что? Чтобы что? Что? Чтобы они сделали надо, чтобы ты отомстил. Например, харчкнули, ждешь, чтобы прям уже пришли и прям наобхаркали, да? Уже все посрали вокруг тебя, чтобы прям на тебе насрали, что ли? Хочешь, чтобы отомстить? Чтобы отомстить, ты хочешь, чтобы сказали, что ты нестилевый? Или что? Что тебе разозлить? Ты полупитак какой-то раз! А? Нет! Вот и я про то же! Чан! Ладно, хорошо, уговорили. Я в деле. Отлично! Тогда приступим к плану. Арсенюк! Логово злодея охраняет целая армия. Пройти сквозь них нам помогут... О! Это мой брат. Троюродный. Нам помогут вот эти гаджеты. Арсенюк начал доставать из сумки по одному предмету и объяснять, что это за гаджеты и как они помогут в спецоперации. А Маккарен и агент Чан уточнят, если им что-то непонятно. Во-первых... Это где-нибудь во дворце было? Аплодисменты. Объясняй нахуй! Это вы должны объяснять. Зачем? Нет, это ты думаешь. А, я! Мы все будем объяснять теперь. Это секретный гаджет. Чтобы мы были спецагентами без следов. Ну и как? После тебя это точно надо. Так. Мы вот так пойдем, что ли? Как? Да! Кстати, сейчас да! Пришло понимание. Я думаю, это прослушка. Типа... Ну-ка. Бабки у вас? Это что, у вас микрофон? Нет, это ёршик. Не-не-не, это ёршик. Я просто по-большому сходил, поэтому деньги у вас. Двигаемся дальше! Так. А, это чтобы ёршик ловить. Отлично, чемпион. Для чего это? Как это нам поможет в спецоперации? Тройной код доступа, четыре забора, 87 тысяч человек в охране. Что мы сделаем с этим? У них есть лужайка. Да. Отлично. Мы притворяемся счастливой семьей и играем там в бейсбол. Отлично, чемпион. Да. Спасибо, пап. Я твой воскресный отец, но... Лимонад я вам сделал. Отличный план. Молодец. Это я одобряю. Так. Это что такое? Ого. Ух ты. Он чешется во мне. Да, да. Это... Это ваза. Это ваза. А для чего? Для того, что... Это не ваза. Это ваза для того, чтобы она не ваза? Походу дело, да? Это прослушка, мужики. Вот оно. А, прослушка. Я, смотрите. Вот, смотрите. Вот, разговаривайте. Разговаривайте о чем-то своем. Секретный план наш. Следующий. Да, мы убиваем, убиваем. Убиваем, убиваем. И потом нарушаем все. Подожди. Ну, продолжай. Все в порядке. Я просто тумбочка, видите? Мы не участвуем. Я тумбочка, но мне ваза. Мы быстро гоняем на тачках. Все, ладно, с этим разобрались. Дальше. Закройте глаза. Встаньте. Пожалуйста. Встаньте сюда, вперед. Выйдите вперед. Ультрасекретное оружие. Задний двор. Вы охранники. Так. Вы общаетесь. С закрытыми глазами, блядь. Откройте теперь, общайтесь. Просто смотрите вперед. Слушай, повезло с работенкой. Конечно, да. Да, спокойно, работенка. Да, неплохая. И самое главное, никто сзади не подкройет. Да, согласен. И меня даже не смущает то, что ты вообще замолчал. Мне... Прекрасно, прекрасно. Ты себя не обидел. Все, заканчиваем. Давай я здесь еще теперь сделаю. В общем, эта штука действительно нам поможет. Мы не поедем никуда. Да. После этого обсуждения Чан произнес. Послушайте. Я не уверен, что справлюсь. Ну, по плевку было понятно, что справишься. Давай так. Ты сейчас подбросишь монетку. Если вы полетарил, значит, удача на нашей стороне. И у нас все получится. Это значит, если получится решка, то у нас золотая карта. Чан подбрасывает монетку, но не рассчитывает силу, и она от потолка отскакивает в глаз Маккарону, который начинает кричать от боли. Он случайно задевает базуку, которая падает и выстреливает в стену, проделывая в ней дыру. Всех троих оглушает взрыв, и они падают без сознания. В этот момент из дыры в стене появляется удивленный рустмембер с неиспользованной базукой. И как-то комментирует. Я вот так вот паду от базуки. Ну что, ну что, придурки? Ну что, козлы? Вот оно и всегда, как я и говорил. А что ты это самое? Сцена пятая. Логово злодея. Чан приходит в себя. Он пристегнут к столбу, но в довольно странной позе. Лучше, как совет, встань поудобнее. Чуть-чуть поудобнее. Да, просто заранее. Но странно. Да. Ничего странного. Нет, вот так вот я тебя привязал к столбу. Вот так вот. Нет, вот так вот. Подожди, подожди. Нурлана. Слушай, брат. Пока ты встал, позже, брат. Вот так тоже одно сделаю. Подожди, столб. Возьми столб. Столб взять. Что, брат? Круто, что Нурлана так привязали. Можно фоткаться. После, кстати, мероприятия тоже так сделал. Так, я в себя пришел. Вот это у меня логово, конечно. Перед ним уверенной походкой разгуливает рустмембер, который разговаривает с кентом по телефону. Расскажи, как ты готовился к нападению, а они сами в себя взорвали. Увереная, уверенная. Алло, да. Ну, а уже когда оно... Ой. Помнишь, когда оно тебе всегда, я? Ага. Он уже другие слова вообще не использует. Да кто его понимает вообще? Я седлал тему. Я буду всегда и тогда использовать. И все, все понятно. Я такой злодей. В общем, а когда всегда я тогда готовился, я изобрел сыворотку, по которой все всегда тогда понимают, когда я говорю всегда тогда. Да, уже да. Ага. А да, я... Ну, вот так вот и бывает, знаешь. А все проблемы, они от чего? Они от того, что ты не живешь. Потому что... Потому что жить надо. Алло, ты вот сегодня... Ой, сейчас. Ты вот сегодня оно туда, завтра всегда тогда уже и не туда. А я тебе говорю, ты один раз тогда, А потом уже... А потом уже... А потом уже всегда! А где всегда? Там и тогда. Все, давай. Ага, да, да, давай. Добро, добро. Ага, наконец. Давай, давай. Добро, добро. Ага, наконец-то. А самое главное, неоправданно долго. Да уж, конечно. Чего ты ржешь, как будто? Закончи фразу. Как будто громко, неприятно, а самое главное, неоправданно долго. И очень уверенная, кстати, походка. Это голубь на подоконнике, чисто. Чего у тебя за голуби там били? Рустамы. А у меня просто в данный момент произошло. О, вспоминание анекдота. Вспоминание анекдота активировать. Расскажи анекдот. Значит, 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 заходит, значит, одесский джентльмен в бар. И смотрит, там сидит на баре, такой панк, знаешь, вот так вот. Вот так вот. Да-да-да-да-да. Вот так. Да-да-да-да-да. Чего ты начальничка? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Сидит, значит. Ему адесский джентльмен говорит. Шо ты говорит с этим ирокезом? Ну-ну-ну-ну. Он говорит, ну это... Ну-ну-ну-ну. Это отличаться. Он говорит, да, а шо вот это в носу у тебя? Зачем? Он, ну это отличаться. Он говорит, ну а в ушах вот это, что за кольца? И он, ну это отличаться. Ну шо, адесский джентльмен говорит, мозгами надо отличаться. Мозгами. Какая... Чан, вот я пиздец тип. Вот для чего. Оцени анекдот с точки зрения наставника в юмористическом шоу. Зачем это оценивать? Как вас зовут? Рустмембер. Да? Рустмембер. Слушайте. Рустмембер. Очень смело с вашей стороны было прийти сюда и, да, рассказать анекдот. То есть, несмотря на то, что мы слышали массу анекдотов разных про национальности, про жизнь, про отношения. И ваш анекдот из Одессы, он говорит о вашей, можно сказать, самобытности. Да? И это я хочу подчеркнуть, чтобы вы в дальнейшем продолжали. Но на данный момент, простите... Ты зачем тост так включил? Лучше расскажи, почему ты заставляешь невинных людей танцевать до смерти. Почему именно этот способ? Расскажи, почему. Ах, ой-ой-ой. А знаешь, почему? Что вообще такое хип-хоп? Хип-хоп — это движение. А движение — это жизнь. И сегодня мы все с вами научимся жить, потому что всегда-то да. Когда люди, когда люди, они уже до смерти танцуют, они жизнь ценить начинают. Эй, базара нет. Вот и все. Заходит доктор Кашокич. Он очень воодушевлен. Ебать-ка-бать. Я так... Получилось! Это моя лучшая работа за всю жизнь, почему я по-русски начал разговаривать. Спроси, почему он начал по-русски. Почему присутствует нормальная дикция и выговаривание российских слов? Я внедрил тебе в голову чип-переводчик, чтобы улучшить свои коммуникативные качества. Могу и вам сделать. Нихуя себе. А что не так? Что оно всегда вот тебя почему не нравится, а на речь, когда нормально уже всегда оно? Я говорю, дебил, блядь. Смотрите, я просто воодушевлю. Я говорю, что не речь тебе никогда уже, когда-то всегда до этого всегда было. Как хотите. Ну что, вы... Ну что, вы наконец-то отпустите меня и моих миньонов. Не-не, ты вначале еще... А, яиц. Да, яиц. Люблю... Я хочу побыстрее их расцеловать. Я даже придумал стих про то, как я по ним скучал. Расскажи стих. Ого, я похожу. Яйца. Братцы. Я скучал по вам, как мать без сына. Как без солдата Родина. Как снег без гор. Меня зовут Егор. Попугай заебись взял. Вот такой. Рустмэмбер. Скажи, что они будут свободны, когда он доведет дело до конца. Вот что я тут сейчас должен придумать. Кроме как, они будут свободны, когда доведешь дело до конца. В том числе. Всегда когда. Всегда когда. Чтобы уже. И никогда. Так, загрузка данных прошла на 90%. Он уже может с ним говорить. Что? Какая еще загрузка? Кто может говорить? Что здесь нахуй происходит? В этот момент в диалог вступает тот самый электронный голос из динамиков. Здравствуйте, агент ЧАМ. Наконец-то мы можем поговорить. Кто ты? Какой-то обиженный чувак, которого я подрезал на дороге? Или перечисли, за что еще на тебя могут быть обижены? Или которого я зарезал на дороге? Ну, это обидно. Нет, позвольте представиться. Я агент ЧАМ. Да-да, ваша вторая личность, которая втайне формировалась все эти годы и впитывала знания всех злодеев, которых вы победили до этого. Прокомментируй эту информацию. ЧАМ! Видимо, когда вы переловили почти всех злодеев, внутри вы испугались, что без злодеев вы станете нужны этому миру. В этот момент я и активировался. Прокомментируй эту информацию. А? Какой-то... хуевый поворот в сюжете. Ну, мне нравится. Что же делать? Но у меня была проблема. Я мог действовать только тогда, когда вы спите. Вот мы и похитили величайшего ученого, чтобы он придумал, как меня оцифровать. И прямо сейчас, благодаря чипу в нашей голове, я выгружаюсь в облако. И когда загрузка дойдет до 100%, мы окончательно разделимся. И я буду в мировой сети. И меня ничто не остановит. Прокомментируй эту информацию одним словом. Ситуация. А он это, начальник. А вот он вот так вот. В этот момент, выполняя эффектные кувырки, врываются Маккарен и Арсеньев. Ого! Ого! Телефон в... Тихо-тихо-тихо. Вы уже здесь, ребята. Вы здесь. Вы попали уже. О, как удачно! А я думал, мы просто так делаем кувырки. Маккарен. Я так и знал, что среди вас есть крыса. Что? Ай. Надо остановить, ты говоришь... Заткнись! Надо остановить выгрузку! Я не дам вам это сделать. Злодейская личность активирует ловушку. Сверху начинает падать стеклянный короб, который накрывает всех, кроме Чана. Чан, отходи чуть-чуть назад. Ёб твою мать, мы в коробе, мы в коробе. А, блин! Ого! Опять брата убили в нем! Меня теперь! Туда поступает газ, все начинают красиво затанцовываться насмерть. Так вот, как чувствовал себя мой брат здесь! А! Ого! Господи, какая ужасная смерть! Рустмамба! А! 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 Ёб твою мать, как так? Как? А! Потише умирайте там, ё-моё! Мне вообще-то надо раздосадованность выразить. В общем, ёб твою мать, как оно? Мужики, я вообще сам, вообще в шоке. Как? Это мы, что ли, с тобой сделали? Или что? Он так долго говорил. Ёб твою мать, такое логово простираю уже. Я в душе танцую. Я так же ж и не увижу с моими любимчиками яйцами. Вот же ж курва. Кажница от газа. Поломается чипшко, переводчишко. А! Макара. А! Они почти в целую историю браузера. И все это сухо видит мама. А ведь там полный набор. Перечисли название порнофильмов, которые видит мама. А! А мы... Мне реально уже хуёво. А! Там мы... Четыре немытых сантехника. Заманение малыху во своясе. Там... Там жируха прикупила сливок на всех. Там... Там и... Там и собачий вальс под другую песню. И... Это всё в одном видео? Это всё в одном видео? А почему ты не скидывал мне? Это порно-трагедии какие-то? Я люблю с огоньком. Арсенюк. А я... Нас всех спасу. А ты, сука, ты хочешь, э? Блядь, тектоник пошёл безданно. На карте и вымести две сенок газ. Блядь! Нет! Не хочу, сука, умереть от тектоника, блядь! Ребята! Я взял специальный молоточек из маршрутки. Вот зачем он нужен был! Которым нужно разбить стекло! Арсенюк разбивает стеклянный короб молотком. Газ рассеивается. Они перестают танцевать и падают без сил. Сейчас я разобью! Сейчас! Встань! Я ещё не разбил! Встань! Ещё не разбил! Сейчас! Быстрее, блядь! Сейчас, подожди! Ну, сколько? Где? Ой, в другой куртке, что ли, оставил? Да я в том... Где? Вот! Всё! Разбил! Я всё это время фоткался с кем-то, да? Ты всё это время в неудобной позе, да? Класс! Всё, они лежат без сил, не могут пошевелиться. О! Чан! О! Отлично, парни! О! Теперь быстрее освободите меня! О! Арсенюк! Мы не можем пошевелиться, пока эффект от танцевального газа не пройдёт! Шокич! Но загрузушка ужаски на девяносто девять процентов! Встаньте ему зубу! Да! Ещё минута! И я буду свободен! Чёрт! Чан очень сильно напрягается, очень сильно орёт, разрывая наручники! Какие здесь наручники? Пân? Хахах! Вот здесь! Плак! А-а-а-а-а-а-у! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-у! Как отключить загрузку? Кашокич! Просто вытащить щик из затылка! Чан тянется одной рукой к затылку, но ее останавливает вторая рука. Что происходит? Мое тело сопротивляется. Я не дам тебе все испортить в последний момент. Чан вступает в финальный бой с самим собой. Очень круто дерись с самим собой, пока не закончится музыка. На, сучара, на, на, получай. Вон, ай, 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 пояйся в небе, пояйся в небе. Ай, 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 ай. Сейчас я тебя задушу, сука, лови, ловилище. В конце боя Чан подносит руку к затылку и, прежде чем вытащить чип, произносит крутую фразу. Крутая фраза. Влажные козюльки. Чан выдергивает чип из затылка. Конец сцены. Наконец-то. Сцена шестая. Еще? Ну, уже конец. Скажи, это первый акт. Ё-моё. Заброшенный склад. Несколько месяцев спустя подразделение задания неосуществимо выполняет очередную миссию. Агенты Арсенюк и Чан проникли в заброшенный склад, чтобы вызволить похищенного чешского ученого. А мы чисто по восточной Европе, да? А помнишь, как нас чуть всех не убили? Не убила. Твоя вторая личность, которая оказалась главным злодеем. Конечно, помню. Это было две секунды назад. Да, вот времечко-то было. Квих, как я изменился. Да, попробуй текст прочитать. Чану на смартфон приходит сообщение, в котором написано «А кто сказал, что вы меня победили?». Чан шокированно смотрит в камеру и произносит «Сука!». Ну все, выпуск закончился. Ну что, круто получилось, круто. А тут мы всех, да, решили указать? Вообще всех. Че тогда мою мать не указали? Кошку? Жену? Тут, в принципе, никого не осталось в этом городе, кого не указали. Вот логер, гаффер. Я тогда лазер. Еще? Ну серьезно? Нет. Бля, кайфовый к лазерам.